всем привет сегодняшнее видео о резьбовых заклепках о том как их применять как крепить и расскажу о двух способах как это можно сделать без специального инструмента поехали сейчас все чаще применяют заклепки резьбовые в эту заклепку гайку можно закрутить болт или винт чаще всего ее применяют на тонком металле где невозможно нарезать резьбу метчиком размерный ряд таких заклепок соответствует метрическому резьбовому ряду от m2 до m10 и более очень полезно резьбовая заклепка может быть в слепых деталях автомобилей если нужно прикрепить какую-нибудь приспособу на резьбу для установки понадобится специальный инструмент он так и называется заклепочный для резьбовых заклепок комплекте к заклепочнику прилагается несколько размеров насадок насадка соответствует заклепки которые мы собираемся крепить например вот эта заклепка м5 и насадка соответственно нужна м5 у насадки м5 резьба на наконечнике которая закручивается соответственно образом заклепку размера m5 для того чтобы начать крепить нужно эту насадку установить заклепочник для этого сначала откручиваем этот наконечник выкручиваем гайку такая же гайка есть на той насадке которая сейчас собираюсь закрепить это убираем здесь вот есть специальный палец который фиксирует насадку легко снимать острым предметом извлекая ненужную ненужный размер вставляем тут который вам сейчас понадобится и обратно вставляем палец до щелчка теперь надеваем вот этот наконечник закручиваем его его можно регулировать благодаря вот этой гайке сверху закручиваем гайку все заклепочный готов к работе при нажатии на рычаги наше вид наш резьбовой наконечник заходит внутрь и при этом происходит как раз затягивание заклепки для установки заклепки сначала нужно засверлить отверстие материале я беру сверло соответствующую внешнему диаметру заклепки размер заклепки как правило указан на упаковке но если там этого размера нет или нет упаковки можно замерить внешний диаметр заклепки штангенциркулем вот тут заклепки м5 внешний диаметр составляет 7 миллиметров значит я должен взять сверло около 7 миллиметров но не но не меньше можно делать отверстие немного больше но не стоит делать его слишком большим потому что в этом случае заклепка может установиться криво теперь я беру заклепочник накручиваю заклепку на резьбовой наконечник соответствующие насадки оставляю примерно 2-3 миллиметра до конца это позволит легче заклепывать из-за того что ручки будут сжиматься немного меньше и это удобней для руки теперь вставляю заклепку в отверстие начинают зажимать сжимая рукоятки заклепочника до конца после этого отпускаем и слегка закручиваю наконечник глубже в заклепку для того чтобы сжать ее полностью вот после того как сжатие больше не получается заклепка установлены теперь благодаря вот этому колесику выкручиваю наконечник из заклепки заклепка установлены задней стороны заклепка разжимается специально утонченной части и надежно фиксируется в металле заклепочник для вытяжных заклепок стоит недешево но можно обойтись и без него во первых можно переделать старый неисправный заклепочник для вытяжных заклепок который стоит в несколько раз дешевле разобрал заклепочник оказалось что у него вот в этом месте поломана это самая важная часть заклепочника то есть он не будет создавать должного усилия поэтому этот заклепочник не пойдет придется пожертвовать хороший заклепочник основная задача в том чтобы пропустить сквозь тело заклепочника болт на который уже потом будет накручивается заклепка поэтому нужно вот здесь сквозь эту трубку сделать отверстие в которой будет помещаться болт для этого придется заклепочник разобрать теперь вытряхиваем все из этой трубки сюда он спокойно заходит но вот в этом стопоре отверстие меньше вот этот палец упорный должен здесь в центре иметь отверстие соответствующую болту моем случае м6 сюда не помещается значит надо это отверстие рассверлить теперь помещается собираем в обратном порядке снова беру трубку напоминаю что я вытащил оттуда все запчасти они нам больше не нужны и устанавливаю эту трубку заклепочник как она стояла раньше и теперь вставляю вот этот упор который я только что рассверлил отверстие должно быть сквозным теперь беру болт для удобства я закрутил сюда еще одну гайку так будет легче регулировать длину болта и одеваю сюда шайбу вставляю болт в трубку сквозь отверстие которое только что просверлил в упоре заклепочник готов вот наконечник на который будет накручиваться заклепка но прежде желательно одеть сюда шайбу и теперь закручиваем заклепку также оставляю 2-3 миллиметра примерно 2 миллиметра и начинаю монтировать работаем как обычным заклепочником после первого сжима нужно будет крутить заклепку подальше два-три оборота достаточно еще раз зажимаем не хватило больше оборотов и так до тех пор пока ручки перестанут сжиматься заклепку установлены теперь выкручиваем болт при втором способе установки заклепка без инструмента понадобится обычный болт шайба и гайка а лучше 2 а еще лучше гайка переходная берем болт накручиваем обе гайки не до конца накручиваем вторую одеваем шайбу и накручиваем заклепку так чтобы конец болта вышел из заклепки все теперь можно устанавливать помещаем заклепку в отверстие фиксируем одним ключом болт сверху а вторым ключом начинаем вращать гайки на откручивание то есть противоположную от шляпки болта сторону закручиваем вернее откручиваем с большим усилием потому что для раскручивания заклепки нужно приложить довольно таки большое усилие поэтому его берется высокого класса прочности нужно следить при этом чтобы заклепка не прокручивалась вместе с гайками для этого нужна шайба как раз она исключает прокручивание заклепки вот сейчас началось расплющивание заклепки в нижней части заклепка зафиксировалась теперь отпускаем гайку слегка и и откручиваем болт готово ну что друзья вот так используя подручные средства можно устанавливать резьбовые заклепки подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии буду благодарен спасибо за просмотр пока спасибо и и и и и и и и